здравствуйте друзья я вас приветствую в понедельник утром и хочу по следам вот этого четырехсерийного сериала про девушку аню из лос-анджелеса ее мужа руслана я хочу вот что сказать во первых я действительно там какие-то комментарии есть на этот счет что я руслана совсем не порасспрашивал потому что так получилось что героиней стала читания и руслан сидел сидел в кадре ему мало внимания досталось это моя вина просто мы но как бы спешили немножко это была суббота и нужно было там много других дел делать и мне нужно было бежать вот и так вот недочет такой произошел все это экспромтом снималась я я сам не знал какой будет следующий вопрос я не знал неожиданные там были очень ответы которые меня тоже удивляли по ходу дела но внизу я по поводу этого сюжета вот что хотел сказать значит я даже не потому что кто-то скажет что вот я там мол вытаскиваю какой-то экстремальный случай пытаюсь из него сделать какой-то достаточно общий случай это это не так я я не пытался этого делать и я более того хочу предостеречь тех тех кто это смотрел что это действительно случай совершенно экстремальный и вы помните может быть этот момент когда аня обстояла перед выбором то есть у нее было там пару дней буквально до пятницы чтобы ответить тем компаниям где у нее предположительно должен был быть интерншип то есть производственная практика и один был бесплатный другой был там за маленькую денежку типа там 10 12 долларов и и вот вышло так просто что последнюю секунду вот на нее упала эта работа с намного большими деньгами ну то есть серьезная ответственная оппозиция и так далее то есть могло быть и так и едок и как угодно могло быть а еще она могла сказать что я не чувствую себя готовый перебросьте меня пока значит следующую группу которая начнется там 20 августа у нас начинает и я там еще посижу три месяца то есть все это могло произойти но вот сложилось так я почему просто показываю это потому что знаете как вот жизнь замечательных людей но показали бы слесаря петрова который всю жизнь там утром садился за баранку а вечером значит приходил домой выпивал стакан давал жене по морде и ложился спать там но то есть можно конечно но там ничего не происходило он каждое утро вставал каждое утро шел и и не то чтобы это какой-то пример для подражания или что-то что может заставить задуматься в данном случае я этого рассматриваю не как пример для подражания а как просто чтобы задуматься потому что так много возможностей есть и я вижу людей которые приезжают соединенные штаты собственно я сам тоже прошел этим путем когда-то то есть ты едешь ты думаешь как я буду жить в новой стране и ты думаешь ну вот я например русский язык хорошо знаю может быть не русский язык преподавать или ты думаешь я вот там не знаю что там на железной дороге там контролировал качество рельсов там ходил молотком стучал и хорошо слышу если что не так вот может быть я приеду в сша найду железную дорогу и там буду молотком стучать ну и так далее то есть люди приезжают с какой-то мыслью о том как они будут жить дальше чего они не понимают и что я хотел показать в частности вот этим сюжетом что когда ты приезжаешь такую страну как соединенные штаты перед тобой такое невероятное количество возможностей что если тебе начать сегодня об этом рассказывать ты просто не поймешь даже о чем речь это целый мир это вселенная целая поэтому не пытайтесь себя в какие-то рамки зажать но то есть это все равно естественным образом происходит я понимаю что это не то что специально кто-то то просто будьте открыты и не значит надо тестером быть господи сколько тут всего на свете не значит надо быть войти есть такой знаете в америке говорят что вот как это получилось а вот говорит там right time right people right place то есть вот нужный человек правильный человек оказался в правильном месте в правильное время вот допустим откуда взялась там школа тестеров правильный человек миша портнов оказался в правильном месте кремниевой долине в правильное время там скажем начало девяностых если бы тот же миша портнов оказался в это время в бостоне или там сиэтле не было бы портнов компьютерскую потому что в то время не было нигде больше возможности вот так так такое учреждение создать чтобы такой был спрос на тестеров что можно было целую школу там и так далее и когда а как получилось но вот просто год вот right time right place right guy и вот так получилось сегодня в соединенных штатах вопрос когда люди задают скажи то вот сейчас там правильное время а вот сейчас правильное место вот послушай вот где ты есть сейчас соединенных штатах и на самом деле в большей части мира не только в соединенных штатах но особенно в соединенных штатах вот там где ты есть если ты посмотришь вокруг стоят люди с кайлом здоровенным и рубят породу золотоносную батис со слитками там со всеми делами но просто есть люди которые смотрят на них через них смотрят и говорят а где opportunity а где возможности а что вот ну что ничего же нету говорят они глаза открой вот там где ты есть сегодня вот там где ты сегодня есть и там где ты спрашиваешь а правильно или время а правильное место а правильное я вот я это вопрос правильнее ли я это вопрос но вокруг тебя куча народу со здоровенным кайлом рубят эту породу и ты делаешь не только в деньгах я не я так условно там золото там золотоносная жила там или там не знаю кимберлитовая трубка не в этом же дело дело то что люди заняты делом и у них не возникает вопрос я чего а вот а я правильный а место правильное а то правильно и и вокруг нас полно народу которые вот они ходят и рассуждают что то плохо и это плохо и здесь плохо и там плохо и обратно он не едет но и здесь ему чего-то вот нет не дали чего-то ему не досталось поэтому вот история они и руслана это история людей которые оказались выше обстоятельств и они не пошли по пути который им ну предлагали те которые сами далеко не ушли по жизни а вот они тем не менее скажу меня есть пути у меня есть предназначение я открыт и эта история того как важно в жизни иметь людей которые тебя поддерживают в данном случае это были родители которые там шли информацию там добывали тогда это могут быть друзья это могут быть на форумах ребята это могут быть какие-то там виртуальные люди но очень важно вокруг себя иметь людей которые говорят иди вперед они людей которые говорят да ты что ты посмотри на себя ты в зеркало давно не глядел нет этого вообще никогда я иногда вот знаете мне любопытно тоже я вот делаю поиск там в гугле а там на на нашу школу на свое имя чё люди пишут там может где и вот я смотрю значит там в наше время кто-то говорит а вот говорят что профессия тестеров там тестировщика это как вообще и там где да вы что с ума сошли это вот в начале там двухтысячных может быть еще имело смысл а сейчас это не актуально в начале двухтысячных кризис был жуткий в начале двухтысячных вот уж точно не надо было туда лезть потому что там не было места а сейчас наоборот но есть полно народу которые ни ухом нерылом и они самые активные если ты будешь вот пойдешь такое место вот они самые активные эти все мозги снесут своим дрянью значит надо иметь мозг и надо иметь его защищать уметь защищать собственный мозг от дряни если ты не можешь ты пропал и никто тебе не виноват и никто тебе не поможет до тех пор пока ты не станешь сам защищать собственный мозг пока нет ученика нет учителя не будет никогда учителя зачем Кем тебе учитель, если ты не ученик? Если ты ходишь и дрянь всякую подбираешь. И это то, чем ты занят. И как только ты дрянь найдешь, а ты обязательно дрянь найдешь. Мы живем сегодня в мире, где нет проблемы найти абсолютно любую информацию. Положительную или отрицательную. Абсолютно обо всем. Вот Обама, хороший или плохой? Одни говорят, хороший, другие говорят, плохой. А вот мир с палестинцами у Израиля. Это хорошо или плохо? Одни говорят, хорошо, другие плохо. А вот, говорит, иммиграционная реформа. Это хорошо или плохо? Одни говорят, хорошо, другие плохо. Что хочешь, все найдешь. Абсолютно все можно найти. Нет такой проблемы найти дерьмо. Дерьмо со всех сторон. Проблема состоит в том, чтобы научиться в громадном стоге сена найти вот эту иголочку ценной информации. И вот это сегодня и есть тот самый навык, который человека вытаскивает на поверхность. И который делает его успешным. Так что, еще раз, я предостерегаю тех, кто думает, что вот я сейчас пойду и вот то же самое сделаю. А может я еще и лучше сделаю, как Аня и так далее. Вот сейчас пойду там заочно в онлайне поучусь там 30 часов. Там весь курс 30 часов. 30 занятий. Ну, может быть, они еще там 100 сами занимаются. А может и не занимаются. Поэтому осторожненько. То есть не воспринимайте это в буквальном смысле. Для меня это гораздо более важно было показать в плане символическом. В плане таком настроя. Движение в направлении правильном. Не позволить себе пойти на поводу у кого-то, кто тебя тащит в никуда. Вот такие слова хотел вам сказать. И хотел вам пожелать, чтобы чем бы вы ни занимались. Но чтобы у вас получалось. Даже если вы не в ту сторону идете, пусть получится. И вы тогда скажете сами себе, что сторона была не та. И там дальше уже сориентируетесь. Так что, за то, чтобы все получалось. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова